Гибель подводной лодки Камбала потрясла всю страну. Полученный опыт проведения ночных атак стоил экипажу жизни. До этого считалось, что боевая подводная лодка может действовать только днём. Ночью экипаж просто не увидит цель в перископ. Камбала провела первую в истории отечественного подводного плавания учебную ночную атаку. И она была успешной. Но из-за неудачно выполненного манёвра лодка попала под линкор «Ростислав». И рассечённая на две части затонула. 29 мая 1909 года вместе с Камбалой погибло 20 подводников-черноморцев. Книгой «Подводная лодка Камбала» я как бы поставил точку над непродолжающимися до сих пор спорами. Был ли ангел на рубке? Куда он делся? Куда пропал? Похоронены вся команда Камбала здесь. Или только лишь 6 человек. Где остальные? Где водолаз Бачкаренко, который погиб при подъёме носовой части Камбалой с одной стрелецкой бухты. В итоге было найдено очень много интересного материала. Книга, которую написал Владимир Николаевич Бойко, конечно, очень нужна. Потому что подвиги подводников забываются, а их забывать нельзя. Потому что это герои с самого начала их службы. И я рад, что такая книга вышла. Владимир Бойко изучал на протяжении 12 лет историю строительства подводной лодки на верфи в Германии и зачисления в состав русского императорского флота. Особенности конструкции, подробности службы и гибели личного состава. А также историю памятника погибшим морякам, который возвышается на холме старого городского кладбища на улице Пожарова. Книгой «Подводная лодка Камбала» я хочу обратить внимание администрации, общественных организаций, ветеранов подводников, ветеранов вооружённых сил на то состояние, в котором сейчас находится могила, памятник погибших первых русских подводников. Она уже давно приходит в негодность, трудно, конечно, сказать, но в непотребный вид. Боевая рубка, а под ней прах экипажа. На табличке имена тех, кто похоронен в Севастопольской земле, и тех, кто так и остался на дне Чёрного моря. Все в одном списке. Владимир Бойко надеется, что книга «Подводная лодка Камбала» привлечёт внимание общественности к памятнику, и он будет восстановлен. Марина Иванова, Анатолий Паньков, Севинформбюро.